Высказывание Терезы Мэй в адрес российского руководства просто недопустимо. Об этом сегодня завел пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя последние, как считают в Британии, важные данные относительно дела Скрипалей. То, что Лондон не очень-то и хочет, чтобы ему помогали в расследовании, это очевидно. Никаких официальных запросов в Москву до сих пор не поступило, а значит Россия не может, да и не должна никому ничего отвечать. Но что касается так называемых доказательств, наше посольство в Британии сравнило флакон духов, а его, напомню, считают основной уликой, с пробиркой, которую в свое время так эффектно демонстрировал миру Колин Паул. Все помнят, зачем это было и что из этого получилось. Из Лондона репортаж нашего собственного корреспондента Тимура Сиразиева. Так, по мнению британцев, выглядят российские разведчики при исполнении. Кадры публикует Daily Mail. На них двое мужчин, которых полиция Британии считает подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Видео сделано в Солсбери, как пишет газета, сразу после самого отравления. Правда, вместо того, чтобы как можно быстрее скрыться с места преступления, мужчины почему-то долго и внимательно рассматривают витрину магазина, где продают сувениры, марки и старые монеты. Это все, конечно, похоже на постановку, и мы прекрасно понимаем, что за этим стоят очень плохие режиссеры. Мне приходилось общаться с людьми, которые, так сказать, из специальной службы других стран. Они, конечно, на недоумение от всей этой истории. Версия Скотланд-Ярда вызывает много вопросов. Об этом в эфире новостного канала Sky News заявил заместитель главного редактора Daily Mirror Келвин Магуайр. Возникают новые вопросы. Если новичок был настолько смертельный, насколько нам говорят, как четыре человека могли выздороветь, а двое подозреваемых? Я не понимаю, почему Тереземей выписала ордер на их арест в Европе, а не потребовала экстрадиции из России? Почему все равно не попробовать сказать, вот это подозреваемые, спросить? Можем ли мы задать им вопросы? И почему бы не дать посольству России номера их поддельных паспортов, если это так и есть? Почему бы не пытаться пойти по этому пути? Скотланд-Ярд признался, что имена подозреваемых вымышленные, а паспорта фальшивые. То есть полицейские сами не знают, кто эти люди. Причем здесь Россия? Удивляется бывший сотрудник контртеррористического подразделения самого Скотланд-Ярда. Имена, вероятно, фальшивые, так же, как и паспорта. Даже называть их русскоязычными – это уже некоторое передергивание. Они могут быть кем угодно, любой национальности. Странно, что Скотланд-Ярд ничего не сказал о судьбе самих Скрипалей. Удивляется Виктория Скрипаль. Мать Сергея по-прежнему ждет звонка от сына. Человеку 91-й год. Она ждет этого звонка. Ей больше ничего не надо. Ей нужен один телефонный звонок от сына. Я знаю прекрасно, что если бы с ним все было нормально и все было прекрасно, он мог бы позвонить. Бывший посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей одним из первых обратил внимание на одинаковое время вот на этих фотографиях. Эти кадры сделаны в аэропорту. Совпадают даже в секунды. Физически такого не может быть, пишет Крейг Мюррей на своей странице. Объяснений может быть два. Первое – один из двоих людей на фото бегает быстрее, чем спринтер Усейн Болт. Второе – Скотланд-Ярд сфальсифицировал. Либо кадры с камер видеонаблюдения, либо время на них. Одно объяснение все же может быть. В Гэтвике несколько похожих коридоров после прохождения таможня. Правда, другие странности версии Скотланд-Ярда объяснить намного сложнее. Этот флакон из-под духов – одна из главных улик. Как следует из заявления полиции, ядом из него и отравили сначала Скрипалей, а затем двоих жителей Эймсбери. Вот только сам пострадавший в своем интервью говорил, что нашел нераспечатанную упаковку. Это была коробка. Три на три дюйма. Внутри была стеклянная бутылочка. Я достал эту бутылочку из целлофановой упаковки и надел на нее распылитель. А это твит нашего посольства в Британии. Слева госсекретарь США Колин Паул. В 2003-м он показал ООН пробирку с якобы биологическим оружием. Из-за этого началось вторжение в Ирак. Это уже потом выяснилось, что это была фальшивка. И вот теперь снова пробирка, якобы с химическим веществом. Хороший старый стиль 2003-го? Такой вопрос задают наши дипломаты. Правда, на ответ рассчитывать не приходится. From Russia with no of из России с новичком. Так здесь перефразировали известное выражение из России с любовью. Впрочем, это самое безобидное творчество британских журналистов. Сегодня дело Скрипалей снова на всех первых полосах британских изданий. И судя по этим статьям, дело уже закрыто, а преступники осуждены. Сегодня все газеты словно по команде называют подозреваемых убийцами Путина. Резкие заявления делают и политики. В Кремле еще раз подчеркнули, подобные обвинения недопустимы. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства. Ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Об этом не может идти и речи. Какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми. Однако Лондон продолжает игнорировать позицию Москвы. В этом преступлении Россию бездоказательно обвинили буквально на следующий день после отравления. Судя по всему, в Британии презумпция невиновности больше не существует. Симур Саразиев, Дмитрий Волков, Наталья Литовко, Максим Семин, Первый канал, Лондон.